Добрый день, друзья! Сегодня приготовим лепешки на кефире. Пышные, вкусные, легкие. Можно подавать вместо хлеба с первыми и вторыми блюдами или с ароматным чаем, полив лепешки медом или вареньем. Рецепт проверенный и лепешки всегда получаются воздушными. В миску разбиваем одно яйцо, добавляем чайную ложку соли, столовую ложку сахара и венчиком размешиваем до однородности. Теперь выливаем пол-литра кефира. У меня жирностью 2,5%. Можно взять пожирнее, тогда муки уйдет чуть меньше. Кефир можно брать как холодный, так и комнатной температуры. Высыпаем в тесто третью часть муки от общего указанного количества и добавляем чайную ложку соды без горки. Соду добавляем именно в муку, а не в кефир и не гасим ее. Перемешиваем сухие ингредиенты с жидкими при помощи лопатки. Затем добавляем еще немного муки и снова перемешиваем. Когда тесто становится густым, переходим работать на стол. Муку добавляем частями, чтобы не пересыпать ее. Тесто должно остаться в итоге липким. Всего у меня ушло 650 граммов муки, но у вас может уйти чуть больше или чуть меньше. Повторюсь, что ее количество зависит и от самой муки, и от жирности кефира. Тесто практически готово. Расплющиваем его и в конце замешивания добавляем в два этапа растительное масло без запаха. Нужно всего лишь 20 миллилитров. Хорошенько вмешиваем его в тесто. Видите, тесто осталось липким, но муки больше не добавляем. Перекладываем его в миску, смазанную растительным маслом. Можно помочь себе пластиковой лопаткой. Накрываем крышкой и даем постоять 20 минут. Нам нужно, чтобы сода вступила в реакцию. Затем тесто и стол присыпаем мукой. И обваливая в муке, делим тесто на части. Каждую часть скатываем в шарик. У меня получается 11 шариков. Соответственно, будет 11 лепешек. Шарики теста тоже подпыляем мукой, чтобы не прилипали к скалке. И раскатываем их толщиной 5-5,5 миллиметров. В центре каждой лепешки делаем 3 надреза, чтобы тесто равномернее прожарилось и поднялось. Ну а лишнюю муку перед жаркой обязательно стряхивайте. Ну что же, все лепешки раскатаны, приступаем к жарке. В сковороду наливаем достаточное количество растительного масла. Деревянной палочкой проверяем его готовность. Если вокруг есть пузырьки, значит масло уже разогрета. Обжариваем лепешки с двух сторон до румяности. Но как только положили лепешки в масло, засеките 7-10 секунд. Затем переверните и повторите это с другой стороны. Таким образом, у вас не будут образовываться большие пузыри. Ну а затем обжариваем их на умеренном огне с каждой стороны еще в среднем по минуте. Таким же образом обжариваем и все остальные заготовки. Готовые лепешки перекладываем на тарелку с бумажным полотенцем, чтобы стекли излишки масла. Посмотрите, какие они пышные, воздушные, легкие, очень-очень аппетитные. Я рассказала вам все нюансы приготовления. И если не будете отступать от рецепта, то и у вас получатся самые вкусные лепешки на кефире. И на второй день они такие же мягкие, но мне больше нравятся горячие. С пылу с жару. Пробуйте. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok